Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. И начну я знаете с чего? Начну я с того, что сегодня мы с вами Армагона прокачаем на четвертую серебряную звезду. Да, долго я ждал и вот наконец-то это случилось. Так, 5000 мутагена есть? Есть. Поехали. Ес! Да, ребята? Ух ты, у него открывается новая способность. Это большое белое нет. Толстую кожу Армагона не пробить. В начале хода есть вероятность, с вероятностью 5% появления брони. Так, мы можем даже с вами улучшить это все дело. Получается вторая ступень у нас и все. Я наверное знаете что подниму еще пожалуй ему уровень. У нас максимальный, если я не ошибаюсь, 45-й, да? На данном этапе. Ну-ка проверим. Ага. 46-й, значит до 50-го уровня я его могу смело прокачивать. А здесь 1250. Нужен корабль побольше. Конечно мы проапаем. Это у нас шестая ступень. Ну что же, шикарно. Так, смотрим далее, что у нас здесь. Так, по заданиям. Поднять уровень персонажа мы выполнили. Теперь сразиться в боях. В боях я, ребят, могу только за двух персонажей в данный момент драться. Это крысиный король, который в принципе уже скоро полностью у меня будет найден. Так, ну что, приступаем. Одно ДНК мы с вами нашли. Здесь минус. Давай еще попробуем. Минус. Это слабенько. Слабенько. Да ладно, завязывайте, ребята. Вы что, специально что ли? Так, две ДНК. Все равно это слабо. Всего две ДНК. Да ну. Быть такого не может. Три. Давай еще удачно. Так, четыре. И последняя попытка. Да, ребят, четыре ДНК всего лишь я нашел. И будем еще с вами, знаете, на ком отыгрываться. Да, вот именно на этом бибопе. Находим. Тут три попытки. Смотри-ка, фортануло. А здесь? И еще нам повезло. Ну давай последнюю. Конечно. Ну ладно, зато мы с вами выполнили задание. Я забираю абсолютно весь ревард. Отлично. И пожалуй-ка я отправлюсь на турнирную арену. У меня пять откатиков есть. То, что нужно. В данный момент я нахожусь на Лиге Сегунов. Одна звезда. Но это пока. Может быть мы все-таки доберемся с вами чуть-чуть повыше. Хотелось бы на самом деле. Но как уж карта ляжет, посмотрим с вами. Так, я беру... Погоди, мне не нужен Рафаэль. Я возьму Леонардо. Тут 49-50 уровень, да? Значит, нам понадобятся, наверное, вот эти ребята. Начиная с 45 уровня. Я, конечно, рискую очень сильно. Так, у него Леонардо 50 уровня есть. Угу. И Баксер Стокман 48 уровня на 4 звезды. Слушай, наверное, не будем рисковать. Возьмем кого-нибудь еще. Ну, предположим, я возьму еще Рокзара. Поехали. Я должен здесь им накатить. Соответственно, мы пройдем. Немножко по рейтингу поднимемся. И дальше уже будем думать, что нам делать. Для начала я беру провокацию на Рокзаре. Это, само собой разумеющее. Теперь вертушка. Кстати, а почему... Погоди-ка секунду. А почему у меня... Ах, да. У меня Рокзар всегда, ребята, делал провокацию первым. Несмотря на то, что есть Леонардо, который всегда делал вертушку первым, да? Ладно, хорошо. Мы это проглотим. Так, ну все. Здесь мы выиграли. 64-я позиция. И становится у нас 53-я. Нормуль, кстати. Мы, наверное, скорее всего сейчас еще боя 2-3. И в Лигу Сегунов 2 звезды. Передвинемся. Должно быть, по идее, так. Ну-ка, кто у нас тут? Никола. Надеюсь, не Тесла. Возьму, наверное, я Бакстера Стокмана 68-го уровня. И давай возьмем... Вот этих вот ребятулик мы, наверное, быстренько подтянем. И вот так вот. Все, я думаю, должны пройти. Вся надежда на Бакстера Стокмана, естественно. На его волну. Ага. Кунай. Бросаем. Так, подожди-ка. Я думаю, что сейчас Шреддер, наверное, будет, ребята, делать отхил. 100 пудов. Ну-ка. Успеет или нет? Тихо. Ты смотри, что делают, а? Паукусы атакуют. А ну-ка, давай-ка, проверим. На прочность этих ребят. Они не выдержали моего испытания. Упали. А мы с вами продвигаемся дальше. Ну, давай, давай. Не тупи. Так, какая позиция? Давай 30-ю. 34-я. Отлично. Продолжаем, ребята, разговор. У нас еще много бойцов. Давай-ка возьмем, наверное, Николая. Потому что у него очень много серебряных бойцов. А это для нас то, что нужно. Единственное, что я очень быстро растратил своих высокоуровневых бойцов. Это, конечно, мой недочет. 49-й, 50-й уровень, да, здесь врагов. Давай вот, наверное, так сделаем. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. Я рискую очень сильно. Потому что на одном Змейковьюне я здесь далеко не уеду. Поэтому мне придется, наверное, взять вот так вот. Железноголового. Я возьму провокацию за счет него. Ну, а дальше будем уже разбирать помаленьку. Так, посмотрим. Ага. Ну, ладно, тут не имеет значения кого бомбить. Так, железноголовую получил маленько. Я, наверное, не буду рисковать. Все-таки давайте вот так вот замедлим их. Ну, и заодно я встал в провокацию. А теперь уже будем просто потихоньку их расстреливать. Ой, какой ничтожный был урон. У них хил есть? У них есть, ребята. Вот этот же бибобчик, да, по-моему, может отхиливать. Насколько я помню. Так, кого бы нам с вами ликвидировать, а? Тут у них два. Два кабана. Это плохо для нас. То есть, два потенциальных хила у них в данный момент находятся. Ну, если что, вот, вот. Первый отхил пошел. Полностью причем захилялся. Ты посмотри, а. Да-да-да-да-да, конечно, конечно, отдохни. Ну что, в этот раз мы будем сейчас бомбить, ребят. Вот так вот. Будем бомбить массовой атакой. И, надеюсь, сейчас будем уже кого-то добивать. Добить мне нужно вот этого Леонарда. Попробуем. Нет, не получилось. Так, Змейка Бьюн. Шикарно. Так, остается только Бибоб и Макман. Ну, попробуем так сделать. Минус Бибобчик. И, ну, Макмана мы вряд ли добьем, конечно. А нет, смотри-ка. Микки Ланжела, молодец, меня порадовал. Отлично, все хорошо. Двигаемся с вами тогда далее. Двигаемся далее и посмотрим, на какую позицию. Так, на 24-ю переместились. Да, получается, что нам нужно будет еще минимум два боя сделать. И враг тоже крепчает. Вы посмотрите. 55-й, 54-й, 52-й уровень. В общем, я начну, наверное, вот с Садж или Сай. Ну, в общем, не имеет значения. Давайте вот именно с него. Так, беру я, короче, Зека. Раз у нас Зек, значит, нам все ни по чем будет. Потому что он, ребята, очень сильно будет сейчас бомбить. Но враг тоже не маленький. Так, 54-й. Придется нам, наверное, убрать Бакстера-муху и взять, наверное, нейтрализатора. Вот так вот, если получится, то будет хорошо. Ну, Зек, естественно, ребят, будет замедлять. Сейчас бросать будем бомбочку. Они в замедление упадут, да? То есть у них будет скорость боя снижена. Отлично. Так, ну, естественно, Микеланджело усиливает свою команду. А мы что можем сделать? Мы можем сделать массовую атаку от Шреддера. Посмотрим, насколько пробьем. Слабенько, конечно, было. И этот хиляет. Ну, естественно, морозильная кошка делает отхилы. Это очень плохо. Что же будем делать-то? Это двойная атака практически у всех стоит. Ты посмотри, а. Я даже не знаю, с кого... Надо вот, наверное, Ваньку-стиранка уничтожать. В первую очередь именно его. Так, он попал в оглушение. Мы можем захиляться, но я пока думаю, этого не надо делать. Ага. Ликвидировали способность. Ну, давай массовым теперь. Да что ж такое-то, а. Кого добить? Кого пробить? Я даже не знаю. Наверное, морозильная кошка, да, будет ходить? Нет, Донателло. Две атаки он будет производить. А черт подери. Давай так попробуем. Морозильную кошку увезти из строя. Удачно. Так, Микеланджело бомбанул. Причем довольно сильно ударил он. Он же вторую атаку будет делать или нет? Секунду, секунду. Сейчас, ребята, определюсь. Кого бы нам все-таки ликвидировать-то, а? Наверное, вот этого. Нет, нет, вот. Микеланджело давайте попробуем бомбануть. Зря я, наверное, так сделал. Хотя, вот. Хил. Хил от Шреддера. Значит, мы еще с вами живем. Живем и радуемся. Надеюсь. Кто там у нас? Угу. Если я захиляюсь. Попробуем, ребята, хильнуться еще разочек. Так. И добивать. Я знаю, что у него очень мощная атака. Но я буду вот этого добивать. У него меньше здоровья. Поэтому я 100% уверен, что мы, как говорится, его снесем. Ну-ка. Да елки-палки, этот стиранка ты достал уже. Давай, падай. Сидит тут, выкаблучивается. Ну что же, массовая атака, это плохо, ребята. Очень плохо. И этот, наверное, будет на добивке, да, стоять? Донателло. Черт бы его побрал. Ну-ка, попробуем. Хорошо. Теперь, если мы сделаем вот такую вот атаку. Хвостом. Нет. Не получилось пробить, к сожалению. А если мы вот так? Да ну, хорош. Вот. Замедление от зека идет. Ну все, ребят. Мы здесь прошли. Причем без потерь. Хотя я, честно говоря, очень сильно волновался. Посмотрите, сколько здоровья у нашей Эйприл, у крысиного короля. То есть, в него плюни, они все рассыпались бы. Ну, прошли. Поэтому получаем бонусы в полном объеме. И, соответственно, очень быстренько с вами поднимаемся вверх по лезнице. Так. Двенадцатую давай. Одиннадцатая позиция. Ну что же. Заключительный, наверное, бой у нас будет, да? Чтобы попасть в Лигу Сегонов 3. А, две. Две звезды. И будем... Какие враги-то сильные, а? Ну, хорошо, хорошо. Давай с Пашей. С Пашей подеремся. Возьму я Рафаэля. Он у меня будет танком. Возьмем карайку. Стиранка. А вот что мне вот с этими ребятами делать? Я ума не приложу. Так, и Армагончик у меня. Он 46 уровня. Не забываем, четвертую звезду на серебряную он сегодня получил. Так что он должен стать покрепче. Кто у нас будет первым ходить? Карайка. Странно. Хорошо. Бомбим массовым криком. Что такое? Бомбочка, да? Да, бомбочку бросает. И... И у нас все хорошо, ребят, здесь. Все, я взял провокацию. Но это, знаете, что ни о чем не говорит. Потому что здесь есть массовые атаки. Так, Леонардо получил свое. Мы, наверное, нету смысла хиляться пока. Не будем. Придержим немножко. Кто там сейчас? Ага. Рафаэль делает отхил для всей команды. Ну, я вижу, тут не особо много отхилялся. А мы делаем барабанную дробь. Точнее, это пулеметная дробь. Ну, вы поняли. Армагон стреляет. Массовая атака, но слабенькая, согласитесь. Главное, не позволить вот этому парню сделать массовую атаку. Он очень любит это делать. Так, давай-ка мы, наверное, добьем Леонардо с вами. Опс! А как это так? Почему не получилось? Леонардо крепок оказался, да? Ладно. И... Так, Рафаэль. Рафаэль хочет, ребят, нанести удар. Я вижу. Так, и он успевает. Но не пробивает моего Рафаэля. Все, давай массовую атаку от стиранка. Что ж ты будешь делать-то? Что ты будешь делать? Ничего у нас не получается пока. Мимо? Почему мимо-то? Да елки ты палки. Ну, вы что, специально вы издеваетесь надо мной, что ли, а? Все, Бибоб. Твоя очередь настала. Сейчас ты у нас тут одуплишься. Погоди, погоди, погоди. Ага, провокация у Рафаэля исчезла. Ну что, добиваем, наверное, да? Бумс. Фух. Блин, а Бакстер Муха мог бы, ребята, одуплиться, на самом деле. У него очень мало было здоровья. И я что-то пужанул слегонцушки. Так, ну что, мы переходим с вами, да? Да, ребята. Мы в Сегуне 2 звезды. А у нас сегодня воскресенье. То есть завтра будет понедельник. Там буквально 3-4 часа в запасе, чтобы подняться в третий. В трехзвездочный Сегун. Я попробую, я постараюсь. Так, ну что же, и смотрим, кто у нас. У нас 5 откатов. Не стоит об этом забывать. Поэтому сегодня мы будем все это реализовывать. Берем мы, естественно, Криса Брэдфорда. Вместе с ним вот этих вот ребятулик. И надо будет, ребят, взять Леонардо еще. Хотим мы этого или нет, но за счет этих ребят мы должны здесь всех порвать. Посмотрим. Хотя, вы знаете, если мы будем сейчас брать с вами просто Леонардо и Зека и какую-нибудь мелочь, мы все равно будем здесь рулить. Ну, кто у нас тут остался? Ну, кто у нас тут остался? Ну, извините меня, такие имбовые ребята здесь стоят. Кто против них пойдет. Так, какая позиция? Мне вот это интересует больше всего. 87-я. Отлично. Давай дальше продолжать. Возьмем, наверное, Джессику. В спарринг. И возвращаем Леонардо. Возвращаем Зека. Вот, ребят, про что я вам говорил. Смотрите. Раз, два, три. Так, у нас еще два отката. То есть, будет еще одна победа. Это стопроцентная. Смотрите, что у нас сейчас будет получаться. Зек будет бросать свою бомбочку. Потом Леонардо будет делать свою вертушку. И, в принципе, все. Хотя, я боюсь, что Рокстеди может выжить. Нет. Никто не выжил. И, как я и говорил, стопроцентная, ребят, победа у нас. Ладно. Давайте так же повторим. Сейчас посмотрим, куда нас переместят. На 73-ю, может быть. 76-я. Ладно. Фиксим. Выбираем, наверное, самого крепкого. Они тут все одинаковые практически. Ну, давай вот этого возьмем. Самого крепкого. Взял самого слабого. Леонардо. Зек. И вместе с ними у нас идет вот эта команда. 38-й уровень. Это уже опасно, на самом деле. Потому что здесь 53-й. Если мы где-то лопухнемся, можем поплатиться. Поплатиться здоровьем одного из наших персонажей. Ух ты. Ты посмотри, как на Монда Гека подействовала зэковская бомбочка. Да, в принципе, и на Стокмана Муху. Ладно, вертушка добьет их, наверное, всех, я думаю. Хотя Донателло, может... Смотри-ка. Все упали. Обычно Донателло стоял до последнего. Ну, здесь ему не помогло это. В общем, блядь. Вот этот Микеланджело, он мне нужен. Если посмотреть на Лиге Сегунов 3 звезды, то у нас будет 35 ДНК. 35 ДНК. Погоди-ка, я правильно посмотрел? Лига Сегунов. 35 ДНК. А сколько нам нужно для того, чтобы его, например, прапать? Давайте-ка заценим это дело. Для начала нужно его вообще найти. Где он у нас тут находится-то? Так, секунду. Ребят, я его не вижу, если честно. Перед глазами все мельтешит. Ага, да, ребята. Если мы получим с вами 35 ДНК, то мы его сможем прапать. Прапать на четвертую золотую звезду. То есть, есть стимул к этому стремиться, ребят. Ну что, вроде бы и все. Пока сделать мы больше здесь ничего не можем. Задания у нас все пройдены. В магазине. Так, секунду. В магазине. Что мы можем? У нас сколько монеток? 47. 47. Кстати, нужно определиться, кого нам следующего героя получать, я имею в виду. Кто это будет у нас? Шенегами? Или же кто-то из космических черепашек? У меня же вот этого, по-моему, Донателла нету из космоса. Насколько я помню. Есть, кстати, смысл его приобрести. Ладно, посмотрим там уже, ребят, попозже, как у нас все это будет. Опа, опа. Ребят, смотрите, что мы можем сделать с вами. Мы можем сократить разрыв. Я на всякий случай. Так, остается у нас здесь сколько? 12 ДНК. И он у нас в кармане. Будет у него четвертая звезда. Что еще? Ага, подождик. Вот это мы обмениваем. Это мы обмениваем. И все, ребят. Ну, давай, знаешь, что попробуем? Как говорится, на дорожку пройти сюжетик какой-нибудь. Ой, боюсь, мы здесь, наверное, с вами не сможем. Да? А почему не сможем? Потому что здесь два босса вот эти вот 80 уровня, которые нам такое вытворяют, что мама не горюй. Ну, если, предположим, мы возьмем вот так. Давай рискнем. Как говорится, на дорожку. На дорожку. А вдруг прокатит? Нет, не прокатит, ребят. Там слишком сильный босс. Вы помните, да? Как он бомбит. С одного удара вся моя команда лежит. Так, бомбит. Постепенный урон повесили еще на железную голову. Вот это да. Вот это наглость. Вот это была, ребята, наглость. Это что такое? Мы не могли пробить? Эй! Еще и защиту мне понизили. Да ну, что за фигня-то? Что происходит? Такого не должно быть. Давай-ка попробуем немножко усилиться. Если что, я попробую отхиляться. Хил есть, хил у нас есть. Так что все у нас под контролем. Минус крэнк. Давай вот этого тоже, наверное... Ага, не получилось его бомбануть. Да, вы достали. То замедление, то постепенный урон. Как я вам говорил, нам в команду вот в эту нужен бы еще один хил. Какой-нибудь мощный. А вот кто у нас такой есть? А? Я вот лично не помню. Мощного, сильного хила. Эйприл я не хочу брать. Так, давай-ка мы, наверное, сделаем вот так вот. Провокацию, ребят, беру. И пробую теперь уже бомбить. Так, живой, да, гадюныш? Нет смысла, ребят, ставить контратаку. Я придержу ее напоследок. Так, стреляет. Я не знаю. Леонардо, может быть, все-таки нам с тобой сделать хил? А? Что скажешь? Массовые атаки нам бы пригодились на самом деле бы на последнего босса, потому что их желательно именно Масухой бомбить. Потому что в прошлый раз, когда я с ними дрался. Так, тихо, что тут? Что они тут вытворили? Эй! Так, берем, ребят, провокацию на Рафаэля. И надо будет уже хиляться все-таки. Будем хиляться, наверное, с вами. Вот сейчас. Пока есть возможности, время. Блин, зэк, как у тебя мало здоровья, а? Так, ну вот, ребята, мы с вами и дошли до боссов. У меня на Рафаэле стоит провокация. Я боюсь, сейчас он получит по полной программе. Но также не стоит забывать, что у них есть массовые атаки, и провокация тут не поможет. Один, короче, электрический, другой магмовый. То есть он плюется магмой. Началось, да? Ну, Раф, ударь, молодец, красава. Так, будем играть через замедление от зэка. Вот так. Я надеюсь, сработает на них. Ага, сработает, конечно, сработает. Блин, тогда вот этот нас бомбанул. Давай попробуем с него, ребята. Может быть, постепенный урон еще повесим. Есть, отлично. Вертушку, делаем вертушку. Хоть бы получилось, а, ребят, хоть бы получилось. Я очень сильно хочу, чтобы у нас получилось все, что я задумал. Так, ну, этот труп. Постепенно урон его убьет на следующий ход. Нам остается лишь то. Блин, усилится, наверное. Так, и... Вот об этом я вам говорил, ребята. Вот об этой кислоте. Этот готов. Слушай. Ай, зэк! Зэк не выжил, ребята. Ты понимаешь? Нам чуть-чуть буквально не хватило. Но, тем не менее, этот уровень мы с вами пройдем. Ух! Слушай, ну, очень сложно. Если бы вот он свою магму не плюнул и не повесил бы на нас постепенно урон, мы бы все бы здесь выжили. Но, тем не менее, приятно осознавать то, что мы все-таки с вами прошли этот эпизод десятый и у нас одиннадцатый. Давай хотя бы... Хотел сказать, давай одним глазком глянем, что там нас ожидает. Но у нас нету, к сожалению, пиццы. И придется это дело перенести на следующую серию. Ну что, дорогие друзья, на этом я буду закругляться. Я надеюсь, вам понравилось. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok